Я сердечно приветствую всех вас любовью Господа Иисуса Христа. Господь положил мне на сердце сегодня поделиться с вами стихотворением, которое написала Анна Лукс, и называется оно «Поэма о любви». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я одиноким был, заброшенным судьбою, живущим среди гибнущих людей. Я грешен был, я шел кривой тропою и был лишен товарищей, друзей. Я был один и никому не нужен, и в этом одиночестве страдал. О близком человеке, доброй дружбе я всю свою сознательную жизнь мечтал. Но средь разврата и высокомерия я настоящих чувств не находил. Любовь встречалась в форме лицемерия, но голос фальши раздражал и злил. Ведь я искал любви той настоящей, которая посмотрит на тебя. И сотни струн искристо, извиняще ответно зазвучат в тебе, любя. Весь свет я обошел в своих исканьях, плутая среди множества дорог. Но мне не помогли мои старания, любви такой найти, ведь я не смог. Я был в отчаянии души, я был измотан, и вдруг меня как будто обожгло. Ко мне я понял страшного чего-то, глухие звуки эхо принесло. Я чувствовал, что что-то происходит, я побежал на этот странный звук, но сердце слов до ныне не находит, чтоб описать увиденное вдруг. Я видел Бога, да, я видел Бога, прекрасного, как небо в час зари. И свет любви сиял в глазах святого, той самой, очень нужной мне любви. Висел он на кресте, весь в страшных ранах, шипы вонзились в кожу глубоко. Но лишь глаза, как мне казалось странно, вдруг стало на душе моей легко. Я видел, как сверкали капли крови, рубинами скользя по телу вниз. И чувством сострадания в сердце новом впервые я упал пред Богом ниц. Текли часы, минута за минутой, и я еще не в силах был понять, как можно было, как такие муки такому человеку причинять. Его святые чистые ладони, что исцеляли, воскрешали мир, теперь, казалось, каждой жилкой стонут, и вопль безмолвный сотрясал эфир. А эти ноги, что гвоздем пробитые, всегда спешили к жалким и больным. На доброе все попрано, забыто, нет жалости, нет страха пред святым. Не постыдились люди чувств зависных, казнить, убрать, стереть с лица земли, а грех их был на тех плечах провисших, что мира наказание несли. Стук молотка вновь повторило эхо, И каждый во вселенной уголок почувствовал, услышал в стуке этом, как бесконечно возлюбил их Бог. И не было страданием крестным меры, как меры не тому, что он прощал. Но крест тот символом великой веры Для рода человеческого стал. Стон жажду, а толпа глумится, Затмило солнце черной ночи мгла. Казалось, от греха хотела скрыться «Пред Богом виноватая земля». Сверкали молнии, раскатов грома, Неистова ударная волна. Маслин столетних пригибались кроны, Но чаша гнева выпита до дна. Он умер там, сказав, свершилось. Тогда никем не понятый еще, Но благодать, которая явилась во мне, Уже струилась горячо. Да, он любил, любил людей без меры. Я это понял, стоя под крестом, И это стало моей дверью к вере И моей новой жизни со Христом. Его любовь во мне, со мною, рядом, И знаю, не найти мне у людей Такого нежно любящего взгляда, Как тот, с которым умер на заре. Он стал мне другом, Другом долгожданным, Живу я им и в нем, и для него. Его любовью чистой, постоянной Я в жизни дорожу сильней всего. Ведь там, лишь там, нашел я свое счастье У подножья кровью обогренного креста. Там и с сердцем стал я новым в одночасье, И вот теперь зову тебя туда. Он любит всех, кто жаждет быть любимым. Поверьте в его пролитую кровь, Как мне и как Марии Магдалине Подарит он и вам свою любовь. Аминь.